Всем привет! В эфире универ-ньюс, а в студии Анны Глазуновой. Так, сегодня вы увидите. 50 первокурсников КФУ получили грант на бесплатное обучение. День знаний отметили в КФУ. КФУ может помочь сельскому хозяйству. Студенты Высшей школы информационных технологий и интеллектуальных систем КФУ получили гранты на бесплатное обучение. Счастливчиками стали 50 первокурсников. Все подробности расскажем в сюжете. В технопарке в сфере высоких технологий IT-парк состоялась торжественная церемония вручения грантов Министерства информатизации и связи Республики Татарстан. Их вручили студентам первокурса Высшей школы информационных технологий и интеллектуальных систем КФУ. Радное видеть, что почти тысяча студентов учатся в Высшей школе информационных технологий и информационных систем. И в рамках той большой подготовки кадров, которые нужны сегодня действовать сейчас экономике, Министерство информатизации и связи еще дополнительно выделяет ежегодно 200 грантов. По 50 грантов на каждый курс. Президент Республики Татарстан Руслан Министерства поставил задачу перед правительством, передо мной лично, чтобы отрасль информационных технологий, вклад этой отрасли, валовый региональный продукт, из года в год увеличивался. С приветственными словами к студентам обратился проректор по образовательной деятельности КФУ Дмитрий Таюрский. Мы стали студентами одного из лучших университетов России и одной из лучших высших школ Казанского федерального университета. По итогам приемной кампании в 2019 году высшую школу ИТИС КФУ поступило 292 человека на первый курс бакалавриата. Среди них 80 на бюджет, 212 на платную основу с учетом грантовиков. Проходной балл ЕГЭ, который необходим для поступления в ИТИС, всегда высокий. В этом году он составил 268 баллов. Грантовики – это студенты, которым не хватило совсем немного баллов для бюджета, например, всего 2 или 3. Двух, у меня 266 баллов. Я так думал, что боялся, что не смогу, все лето нервничал, все-таки смог. Я рад этому. Ну да, в первую очередь я расстроился, но потом я подумал, что есть же грант, и я не нашел в нем каких-либо минусов. На самом деле это прекрасная возможность для людей, которые не поступили на бюджет, но хотят обучаться бесплатно. Студенты-первокурсники объяснили, почему выбрали ИТИ-направление и КФУ для поступления. Потому что, во-первых, это один из передовых вузов страны, а ИТИ-направление выбрал, потому что просто я на протяжении всей жизни любил выстраивать алгоритмы. Только эта профессия, мне кажется, будет среди главных профессий, потому что все автоматизируется. Все-таки ИТИС вроде лучше всех в Татарстане, как я понимаю, только что и поэтому я его выбрал. Грант получили 50 первокурсников-контрактников, набравшие наибольшие баллы ЕГЭ. По условиям гранта студентам необходимо будет отработать на территории Татарстана в течение периода равного сроку обучения по гранту. Наша статистика показывает, что студенты, обучающиеся на грантах, имеют более высокие текущие рейтинги, чем даже студенты-бюджетники. Хотя бюджетники поступают с более высокими баллами. Это говорит о том, что грантовая система очень эффективна. Я считаю, что когда студент просто приходит на первый курс с хорошим баллом ЕГЭ после хорошей школы, а потом дальше может расслабляться, учиться хоть на тройке за государственный счет, менее эффективна, чем грантовая система, где студенты конкурируют за право учиться бесплатно. Ежегодно с 2011 года студентам высшей школы ИТСКФУ, правительством Республики Татарстан выделяются гранты на обучение в сфере информационных технологий. Грантополучателями являются студенты с 1 по 4 курс по специальности программная инженерия. Сумма гранта покрывает стоимость годового обучения от 80 до 100%. Анна Глазунова, Александр Юдин, Универньюз. Впервые за долгие годы в стенах университетской клиники Казанского федерального университета набрали несколько ординаторских групп. Подробности в сюжете. Ординаторские группы Университета было открыто направление онкологии. Ординаторам показали одно из зданий университетской клиники. Это основной сердечно-сосудистый корпус, где находится отделение кардиологии, сосудистый центр и кардиохирургия. После этого в Институте фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета прошло торжественное вручение ординаторских удостоверений. Прежде всего, это возможность познакомиться с теми богатейшими традициями, которые имеет университетская клиника. И, соответственно, это возможность пройти обучение без ложной скромности, можно сказать, на одном из лучших оборудований, которые на сегодняшний день существуют в республике Тарстан и, в принципе, в Российской Федерации. Вся ординатура будет проходить на базе Казанского федерального университета. Ординаторам будет представлено большое количество отделений и наработок от преподавателей университета. Также они будут участвовать в научных конкурсах и конференциях. Эльвира Зорина, Виолетта Басова, Универньюз. В культурно-спортивном комплексе УНИКС прошел День знаний Института социально-философских наук и массовых коммуникаций Казанского федерального университета. О том, как это было, смотрите далее. В Большом зале культурно-спортивного комплекса УНИКС прошла традиционная торжественная встреча администрации Института социально-философских наук и массовых коммуникаций со студентами первого курса. Мероприятие получило название «День знаний и снимк». С пресным словом к новоиспеченным студентам обратился первый проректор Кафури Ясмин Зарипов. Желаю вам больших успехов, творческих успехов, чтобы у вас все получилось, ваши цели и планы, которые вы наметили, были достигнуты. На сцене перед первокурсниками выступила и дирекция «Снимк», с которой новоиспеченным студентам нужно будет найти общий язык и научиться взаимодействовать на протяжении всего обучения в Казанском университете. Приглашаю вас учиться в нашем славном институте. Желаю успехов на этом пути. И «Снимк» – это мощь. Поддержать первокурсников в этот день пришли и студенты старших курсов, за плечами которых годы, проведенные в Казанском университете. Студенчество запоминается всем. Это наиболее яркая пора в жизни. Поэтому, думаю, «Снимк» – это замечательная площадка, на которой каждый может реализовывать все свои интересы, возможности, таланты. Кульминацией торжественной части стало принятие студенческой клятвы первокурсниками. Ученые КФУ реализуют проект по утилизации отходов производства животноводства с получением удобрений нового типа на основе перугля. Данные технологии могут помочь бизнесу избежать затрат и дадут шанс заработать на удобрениях. Подробности расскажем в следующем сюжете. Ученые КФУ реализуют проект по предотвращению деградации почв в условиях изменения климата. Разработка предполагает введение в почву пера угля, который повышает плодородие почв и уменьшает выделение парникового газа. При производстве, в животноводстве, в птицеводстве образуется огромное количество отходов. Эти отходы, которые мы всегда считали удобрением, теперь относятся к категории отходов, за образование и за хранение которых предприятие обязано платить государству. Исходя из того, что таких отходов накоплено огромное количество, платежи эти холдингами, фермерскими хозяйствами будут осуществляться огромные. Что нужно сделать, чтобы это избежать? Нужно эти отходы перерабатывать. Технология Казанского университета позволяет получать перолис из куриного помета. Эта установка собрана сотрудниками федерального университета. Она предназначена для переработки куриного помета. Ну, можно другие отходы, но все-таки первоначально куриного помета. Ее особенность состоит в том, что эта установка работает в режиме слова, так называемого, пиролиза. И она является установкой роторного типа. За хранение таких отходов, в которых накоплено большое количество, предприятия обязаны платить государству. Главной целью проекта КФУ является метод переработки этих отходов. Так, с применением этой технологии предполагается решить проблему отходов, хранящихся на птицефабриках. В эту реторту загружается исходный материал. Далее реторта вращается на очень медленной скорости. В печи, в камере в основной, достигается температура 400 градусов. Далее газы уходят в камеру дожига для экологических норм. А в самой реторте происходит нагревание без кислорода, что позволяет получить нужный нам качественный продукт. Казанский университет является одним из первых в России, использующих пиролиз для обработки куриного помета. В мире для такой обработки используют сушку отходов. Однако пиролиз является более эффективным, поскольку сушка решает не все проблемы, которые могут возникнуть при применении. Валерия Муратова, Александр Юдин, Универньюс. На этом у меня все. Смотрите нас в социальных сетях. Еще увидимся. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин